Добрый вечер! В эфире ПОДИ на телеканале ЛОД в студии Светлана Попова. Подводим итоги этого дня. Сегодня в выпуске. Трагедия в Северодонецке. Рабочий погиб в канализационной яме. По высновкам медицинской помощи произошло отравление сероводородом. Бизнес под пулями. Овощеводы из станицы Луганской просят разрешения сбывать продукцию в оккупированный Луганск. Нам нужно, чтобы был выход на Луганск, потому что иначе мы здесь просто пропадем. Новости из фронта. В Попастянском районе после обстрела из противотанковых гранатометов ранен украинский солдат. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи боевики 11 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения. Так, в направлении поселка Новотошковская, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкая 5 раз применялось запрещенное минскими договоренностями оружие. Также известно, что в районе Новоалександровки активизировались снайперы боевиков. Новости из фронтов. По вопросу выборы во Франции в ближайшие месяцы только будет формироваться новый кабинет новоизбранного президента. И там будет не до внешней политики. Ирина Герасченко предположила, цитата. Путин все это использует, поэтому нормандский формат фактически поставлен на определенную паузу. И это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске, и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии. Конец цитаты. Первая жара принесла и первые серьезные пожары. За прошедшие сутки полыхало во всех районах Луганщины. В основном горели крыши зданий. Об этом передает пресс-служба главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. В Станично-Луганском районе спасатели нашли тело 40-летнего мужчины при тушении пожара в жилом доме. Там загорелась крыша. На момент прибытия к месту происшествия дежурного караула жилой дом был охвачен огнем полностью. А в Северодонецке в результате неудачного ремонта едва не сгорела крыша многоэтажного дома. Пожар возник во время кровельных работ до газовой горелки. На месте пожара работники не были обеспечены снислями пожаротушения. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Государственная служба в чрезвычайных ситуациях в Луганской области просит убедительно во время проведения кровельных работ обеспечивает своих работников первичными снислями пожаротушения. Это огнетушителями, ведрами с водой и песком. Несчастный случай произошел в среду 3 мая в одном из ресторанов Северодонецка. Во время ремонтных работ в канализационном люке двое рабочих потеряли сознание и не смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Прибывшим спасателям удалось оперативно поднять одного пострадавшего и оказать ему первую медицинскую помощь. Второго рабочего достали на поверхность без признаков жизни. Сейчас этот факт расследует полиция. На этих кадрах 41-летнего мужчину срочно увозят в реанимацию городской больницы. Пострадавший в тяжелом состоянии из-за отравления сероводородом. Мужчина пытался отремонтировать насос в канализационной яме. Его напарника 39 лет спасти не удалось. По выставкам медицинской помощи произошло отравление сероводородом. Они, наверное, производили, я так думаю, ремонт работ в канализационном данном люке. Произошел выброс сероводорода, произошло мгновенное отравление. Первый человек, которого спасли, он находился непосредственно возле люка, поэтому не было сложности его достать. А второй человек упал туда, между труп. К сожалению, второго человека мы не успели спасти. Как рассказали спасатели, при выполнении подземных работ были нарушены правила техники безопасности. У обоих мужчин не было никаких средств защиты, а на поверхности не выставили наблюдателя. Когда человек опускается в любую канализационную яму, либо это люк, либо это производственная канализационная яма, должны быть какие-то индивидуальные средства защиты. То есть, это шлем-маска с определенным баллоном и так далее и тому подобное. Естественно, костюм специальный для проведения данных вид работ. Но этого ничего не было сделано непосредственно этими людьми. Они были одеты в футболка, шорты, кеды. В ресторане ситуацию не комментируют. Администратор пояснил, что за внештатные ситуации отвечает служба безопасности. Начальник службы оказался занят и посоветовал журналистам прийти через несколько дней. На улице уже работает следственная группа, которая осматривает место события и выясняет обстоятельства произошедшего. Данный факт внесен в единый реестр досудебного расследования по статье «Нарушение требований охраны труда субъектом предпринимательства, повлекшее гибель людей». Из-за резонанса в областной прокуратуре принято решение о процессуальном сопровождении расследования. Санкция вказанной статьи предпочитает позбавление воли до семи руки. С позбавлением права принимать певные посадки и заниматься певной деятельностью на срок до двух роков. Аббс такой. Бизнес под пулями. Несмотря на постоянные обстрелы, жители станицы Луганской продолжают работать в своих подсобных хозяйствах. Для большинства станичан главный бизнес – это тепличное овощеводство. С началом боевых действий традиционные экономические связи с оккупированным областным центром оборвались. Поэтому реализовывать все выращенные овощи им просто негде. Об особенностях бизнеса под пулями – дальше наши корреспонденты. Станичанка Виктория Буримова, как и 70% местных жителей, выращивает овощи. Они с мужем держат четыре теплицы. За три года боевых действий, говорит она, их небольшой бизнес понес значительные потери. В 2014 году мы еще кое-как там успели заработать. У нас ранняя продукция, мы успели заработать денег. Вот в 2015 году мы вообще ничего не заработали, никто из нас. Вырос огурец или помидор или не вырос, мы ничего совершенно не заработали. В прошлом году, как бы да, уже Луганск для нас открыли, там всеми правдами и неправдами перекупщики ходили. Секрет станичанских овощеводов, говорит лидер местного кооператива Мариана Нищерет, не только в плодородной почве, но и особенной воде. Об этом знали еще и ее предки, которые тоже здесь выращивали овощи. У нее самой здесь три теплицы. Какая же площадь вот этой теплицы? 10 на 32. 3,2 сотки. В этой у нее помидоры. Хозяйка говорит, с одного куста за весь год ей удается получать до 10 килограммов томатов. Сезон у нас начинается, посев продукции в январе, продажа. Вот через неделю уже начнем томат вывозить, это в мае месяце. И заканчиваем в октябре месяце. Когда идет сезон, в день хозяйство Нищерет дает до 300 килограммов овощей. Но теперь реализовывать их проблематично. Добраться до луганского оптового рынка на автомобиле невозможно. Приходится тащить их на себе через местный контрольный пункт на оккупированную территорию. Там их уже ждут закупщики. Расстояние между блокпостами порядка полтора километра. Его нужно пройти пешим. Плюс к этому мост, который разбит вследствие боевых действий, имеет провалину. То есть через него проносить только вручную. Однако пересечь линию разграничения с овощами иногда не удается. В зависимости от настроения боевиков. Запрещали перемещать огурцы. Но сегодня огурцы они уже разрешили перемещать. Не разрешают перемещать помидоры. С нашей стороны увеличен объем груза, который человек может переместить. Это до 75 килограмм. Это станичанские КПВВ. Здесь стоят преимущественно жители оккупированного Луганска. Очередь большая и некоторые, чтобы скоротать время, поют. В репертуаре украинские песни. А кто-то покупает станичанские овощи. Рядом местные тепличники установили торговые точки. Так нашли выход из сложной ситуации. Цены, говорят покупатели, здесь ниже процентов на 30, чем в Луганске. И вкуснее, и дешевле. Потому что стараемся, что возможно, здесь купить. В Луганске дорого. Все очень дорого. Очень дорого. Овощи очень дорогие. Картошка 43 рубля килограмм. Мы с вами лук 43 рубля. Можно вот так жить. Станичанские овощеводы до начала боевых действий за год выращивали 40 тысяч тонн овощей. Когда начались проблемы с реализацией, искали другие рынки сбыта. Пытались торговать в Северодонецке. Но туда 120 километров плохой дороги. Оптовикам не нужно столько овощей. Продукты могут просто испортиться. Поэтому выход один. Нам нужен прежде всего мир. Мы люди трудолюбивые. Нам нужно, чтобы был выход на Луганск. Потому что иначе мы здесь просто пропадем. Вырастить, понимаете, вырастить мы можем все. Все, что угодно. Но продукцию сдать мы можем только в Луганске. А пока до наступления мира, к сожалению, еще далеко. Овощеводы из станицы просят разрешения увеличить объем продукции, которую можно провозить через пункт пропуска и организовать для них упрощенную систему прохода, чтобы не нагружать очередями местный КПВВ. Юлия Щербак, Подье. В Попаснянском районе с помощью волонтеров будет вещать армия ФМ. Государственный радиопередатчик был установлен в Попасной. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Отныне на частоте 97,2 будет вещать украинская государственная военная радиостанция армия ФМ, которую смогут слушать не только жители Попаснянского района, но и военнослужащие, которые защищают территорию района. В Белокуракино устанавливают имена воинов, погибших во время Второй мировой. Имена мы узнали, работая с Харьковским архивом, работая с нашей территорией, с советами. Духовное наследие Луганщины. Выставку православных икон 19-го начала 20-го века покажут во всех городах и районных центрах Луганщины. Я пришла именно за той духовной составляющей, которую эта выставка несет. В оккупированной Кадиевке, ранее Стаханов, из окон квартир выпадают гранаты. Самозванная власть непризнанной ЛНРе установила копеечные стипендии учащимся в псевдовузах. Захвачены в Горловке. Острый дефицит медицинского персонала. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Окупированная часть Луганской области никак не может отойти от празднования 1 мая. Пьяные боевики традиционно устраивают игры с оружием. Чаще всего это перестрелки после застолья между наемниками. Правда, бывает и такое, что гранаты выпадают из окон квартир. Именно так произошло в оккупированной Кадиевке, ранее Стаханов. Первомайские шутки террористов после употребления алкоголя закончились тем, что из окна дома в людей полетела граната. Происшествие случилось 1 мая в районе дома номер 1 на улице Олимпийской. Об этом пишут пользователи соцсетей и передает 0642. Граната взорвалась. К счастью, жертв и пострадавших, как и виновных, нет. Все до полиции выехала на место происшествия. В подъезде дома нашли целый арсенал оружия. Граната F1 и РГ-42, 119 патронов калибра 7,62, 120 патронов калибра 5,45 и одна сигнальная ракета. Нашли все, кроме виновных. Наказывать своих боевикам запрещено. Поэтому граната прыгала с окна сама. Заводы на металл, земля террористам, нищета народу. Самозванная власть непризнанной ЛНРе установила копеечные стипендии учащимся в псевдовузах и студентам-сиротам. Об этом гордо заявила так называемая исполняющая обязанности министра. Несуществующего министерства Наталья Хоршева, пишет информатор. Итак, чиновница-сепаратистка рассказала, что для учащихся среднего профессионального образования установлена стипендия 550 рублей в месяц. Это 252 гривни. Для студентов профобразования 500 гривень. Студенты вузов могут жить практически на широкую ногу и смогут позволить себе целую кастрюлю борща в месяц. Потому что их стипендия составит 1460 рублей, а это 670 гривень. Студентам-сиротам назначена выплата в 780 гривень. Главный бонус ждет отличников. Чиновники-сепаратисты интригу не держали и сразу признались, что учащиеся получат стипендию на 36 гривень больше. Студенты среднего профобразования на 140 рублей, а это 65 гривень. А студенты вузов получат и вовсе 200 рублей доплаты. Это 90 гривен за пятерки в зачетке. Социально-экономическая ситуация на оккупированной территории не требует комментариев при виде нищенских стипендий, зарплаты, пенсии. Процветание снова откладывается. Окупированная Горловка в поисках медперсонала. В захваченном городе острый дефицит как детских врачей, так и узких специалистов. Чиновники-сепаратисты гарантируют только лишь круглосуточную занятость. Денег на зарплаты нет, об этом пишет Луганский радар. Итак, в лечебных учреждениях оккупированной Горловки наблюдается большая нехватка медперсонала. В городском центре занятости в избытке вакансии медиков. Требуются и хирурги-онкологи, и педиатры, и акушеры. Правда, на мизерную зарплату желающих не нашлось. Узкому специалисту-сепаратисту предлагают 4,5 тысячи рублей, или в гривневом эквиваленте 2 тысячи. Акушеру и того меньше всего 1 700 гривен. Это на полторы тысячи гривен меньше минимальной заработной платы на территории подконтрольной Украине. Именно поэтому дефицит медперсонала только увеличивается. Местные жители уже давно перешли на народные методы лечения, потому что в оккупированных городах нет ни медикаментов, ни врачей. Нацгвардия зовет в свои ряды. На улицах Северодонецка появился агитационный автомобиль. Военнослужащие рассказывают всем желающим о деятельности Национальной гвардии, а также на экране кинобудки показывают рекламные ролики о службе гвардейцев. Агитационный автомобиль Национальной гвардии остановился на главной площади Северодонецка. Военнослужащие с помощью музыки и видеороликов знакомят молодежь города с деятельностью нацгвардейцев. Интересное авто привлекло внимание многих прохожих. Меня это не особо интересует, но только что со мной провели инструктаж по поводу того, какие действия выполняет Национальная гвардия и что она из себя представляет. Меня это достаточно заинтересовало. Получить необходимую информацию о службе в Национальной гвардии, ее задачах молодым людям помогают военнослужащие. У нас цель одна – ехать по Северной Украине, для того, чтобы люди зрозумели, что мы служим на нашей державе и защищаем наши земли, для того, чтобы люди спали спокойно. Мы за народ, чтобы мы с народом, Север и Север вместе. После общения с гражданским населением Агитавтомобиль посетит подразделение национальных гвардейцев для поддержания боевого духа воинов. Валентин Цычев, Роман Царевский, Падии. В Белокуракене устанавливают имена воинов, погибших во время Второй мировой. 50 фамилий солдат, которые погибли, освобождая Белокуракенщину от немецко-фашистских захватчиков, будут вписаны в историю поселка на Братской могиле. Всего на этом месте захоронено около 130 солдат, большая часть которых пока остается неизвестными. Этот обелиск – напоминание белокуракенцам о подвиге земляков во время Второй мировой войны. В январе 1943 года на территории Белокуракенщины проходили ожесточенные бои за освобождение района, в результате которых погибло более 600 солдат. Позже, в 50-е годы, на месте захоронения были установлены памятники неизвестным солдатам. На территории поселка Белокуракена находятся две таких братских могилы. В одной из них похоронено около 130 неизвестных солдат. Но в этом году часть имен удалось установить. Имена мы узнали, работая с Харьковским архивом, работая с нашей территорией, с советами. Делали сравнение, чтобы не было одних и тех же людей, перезахороненных по Курячевскому совету, по Лужно-Александровскому, где были серьезные бои в 1943 году. В этом году будут установлены плиты тех людей, которые погибли, освобождая территорию нашей Белокуракенщины от немецко-фашистских захватчиков. Перед установкой именных плит Белокуракенская громада вместе с одним из сельскохозяйственных предприятий района проводит реконструкцию самого памятника. Для начала памятник сделали, обмазали. И теперь вот этот педестал положим сверху дикарем, внизу тумба с керамики для вазы. И будут плиты устанавливаться именные две. Открытие обновленного памятника состоится 9 мая на праздновании Дня Победы. А в дальнейших планах громады восстановить имена всех погибших солдат, освобождавших район. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, ПОДИЕ. Гуманитарная помощь жителям Луганщины от прихожан Украинской Православной Церкви. Продукты, медикаменты, подгузники, детское питание и игрушки в Северодонецк привезли священнослужители из Киева. Адресную помощь получили переселенцы, малобеспеченные семьи, а также воспитанники областного детского дома «Малютка». Мы сотрудничаем с этим детским домом практически уже с первых дней, когда детский дом оказался здесь, из города Луганска, переехали от боевых действий, переехали сюда, город Северодонецк. Частину цієї допомоги була надана благодійним фондом «Покрови Божої Матері». И безпосередньо ця допомога якраз доставлена в цей дитячий будинок, адже це і засоби гігієни дитячі, дитящее харчування, і медикаменти, які так необхідні дуже часто для дітей. А також це була допомога, яку збирали монастири, храми, міста Киева для тих вимушених переселенців, для малозабезпечених людей, які потерпають внаслідок бойових дій на Сході України. Ми дуже раді любої допомоги добрих людей, яка допомогає нашим діткам. Це неоднократно, це допомога, не один раз на протяжі всього существування дома-ребінка. По проекту «Духовное наследие Луганщини» выставку православних ікон 19-го начала 20-го века покажут во всех городах і районних центрах Луганщини. В колекции представлено 20 старинних православних ікон з музея Крестовоздвиженського храма поселка Лесная дача. Вони собраны со всей України. В основном украинская іконопись, в тому числе слобожанская. Как выставку открывали в Северодонецке, видел Валентин Сычев. Виставка посвящена десятилетию Северодонецкой епархії. Колекция из фондов музея Крестовоздвиженського храма открыла экспозицию архиепископ Северодонецкий Старобельский Никодим. Ми веримо і надеємся, що именно ця связь веков і 19-го, 20-го века, 21-го века. Те люди, які будуть приходити, які будуть смотреть, які будуть соприкасаться с этими святынями, які прошли века, вони помогут і утвердитися, хто і буде помолитися, хто і вознесе свої молитви. Наверно, найголовніше зараз у кожного з людей, жителів Луганщини – це мир. По словам замістителя начальника управління культури, національності і религії Луганської облгосадміністрації Александр Доказенко, церковь все активніше участвує в общественній житті страни. Церковь є активним участником процесу восстановління духовності, розвиття общественного моралі, взагалі знань. Среди тих, хто прийшов на відкриття выставки, немало поклонників произведений сакрального искусства. Великолепное впечатление. Я не перший раз на таких выставках, я пришла именно за той духовной составляющей, которую эта выставка несет. У мене ближе святой Николай, поэтому, конечно же, первое, на що я обратила внимание, это ікона святого Николая. Ну і, конечно же, ікона Божій Матери, возле которой ми стоїмо, тож мене дуже впечатлило. Выставка продліться до 6 мая. Далі она буде экспонуватися в Лисичанскі, Рубежном, Кременой і ще семирайонних центрах області. Валентин Цычев, Роман Царевский, ПАДИИ. Таким был этот день на Луганщине. А что готовит нам погода на завтра, узнаем прямо сейчас. 5 мая в Луганской области ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-9 градусов, днем 18-20 градусов тепла. В северо-донецке температура воздуха ночью 10-12 градусов выше ноля, днем плюс 19-20. В Луганске температура воздуха ночью плюс 8-9, днем столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов. Если вы мечтали работать на телевидении, не боитесь говорить правду и интересуетесь в жизни Луганщины, мы готовы принять вас в нашу команду. Приходите в редакцию новостей или звоните по телефону 050-328-86-44. А самая свежая информация о событиях Луганской области на сайте LOTLGO и в новостях Радио Пульс. На этом все. Берегите себя и родных. Увидимся на телеканале LOT. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин